Музыка После неудачной посадки в аэропорту Шереметьево самолета Сухой Суперджет-100, выполняющего в рейс Мурманск-Москва, общество разделилось на два мнения. Одни считают, что нужно полностью запретить полета Сухого, другие считают, что нужно изменить систему обучения пилотов. Сегодня в России готовят пилотов только два вуза. Университет гражданской авиации в Санкт-Петербурге и Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Бугаева. На родине Ленина учебное заведение открылось в 1935 году. За многие годы учреждение зарекомендовало себя с лучшей стороны, выпустив не одну сотню квалифицированных пилотов. Институт в Ульяновске готовят не только пилотов гражданской авиации, но и тех, кто сможет обеспечить должную подготовку воздушного судна к полету. Подготовка пилота, как и любого специалиста другого, состоит из двух этапов. Первый этап – это теоретический, и второй этап – практический. То есть те теоретические навыки, которые они получили. Что касается пилотов, это выполняются учебные полеты на самолетах. Ну и все это завершает, это итоговая аттестация, государственная итоговая аттестация. Поступить в институт пытаются многие выпускники школ со всей страны, однако сделать это удается лишь малому числу. Нужен высокий балл по ЕГЭ. Ряды счастливчиков заметно редеют уже на первом-втором курсе, поскольку не у всех молодых людей есть нужная база знаний для освоения сложной программы. Да и грызть гранит науки в течение пяти лет достаточно тяжело. София Рокман из Донецка с детских лет мечтала стать пилотом. В школе девочка училась только на отлично, чтобы иметь шанс поступить в заветный вуз. Учитывая то, что я из Донецка, мне пришлось переводить очень много документов, мне пришлось заверять мои аттестаты. Была трудность бюрократическая, конечно же, трудности в смысле знаний, в подготовке. Естественно, я знала, что должен быть высокий уровень знаний, что нужно готовиться, что не нужно надеяться на то, что там что-нибудь будет легкое. После теоретической подготовки у студентов начинается практика. Ребят передают в летные отряды. Летное обучение состоит из трех этапов. Первое. Студент получает допуск частного пилота. Далее он проходит второй уровень для налета необходимого количества часов, чтобы выйти на третий уровень. Третий уровень программы сдают курсанты на выпускном типе воздушного суда «Даймонд-42». В итоге будущий пилот должен налетать 150 часов прежде, чем пройти итоговую аттестацию и получить диплом. Я прошел 150 часов летной практики. Прошел 105 часов летной практики на самолете первоначального обучения мне «Даймонд-40». И после 25 часов летной практики на выпускном типе самолета «Даймонд-42». Я считаю, что данный выбор часов является оптимальным. Решение о выборе такого количества часов было принято уже достаточно давно. И действительно его хватает для получения первоначальной подготовки летной и дальнейшего переобучения в авиакомпаниях. Каждый год Ульяновский институт гражданской авиации выпускает 250 пилотов для Росавиации. Однако эта цифра уже сегодня может заметно сократиться из-за острой нехватки летчиков-инструкторов. На данный момент ни для кого не секрет, что у нас есть определенный долг по налету часов. Связано напрямую это с тем, что не хватает летно-инструкторского состава, скажем так, катастрофически не хватает. Основная причина ухода инструкторского состава авиакомпании является тем, что заработная плата колоссально отличается от той зарплаты, которая у нас есть на сегодняшний день. Сейчас государственные учебные заведения тратят в среднем 50 тысяч долларов на подготовку одного пилота, в то время как несколько лет назад эта сумма была в 2,3 раза больше. Финансирование сокращается, поэтому вузы не могут развивать научное направление. Во-вторых, авиакомпаниям приходится тратить серьезные средства для доучивания выпускников-пилотов, чтобы они могли летать на современных самолетах Boeing, Airbus, Superjet. Вопросов много, ответов пока нет. Многие государства используют практику частной подготовки пилотов. Авиакомпании сами обучают молодых летчиков, чтобы затем они оставались у них работать. Российские власти уже неоднократно обращались к авиакомпаниям с подобным предложением, но пока инициатива не была поддержана. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. 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 Продолжение следует...